Всем привет! Сегодня я хочу поделиться своими заказами из Avon И это заказы будут по 14, 15 и 16 каталогу Я знаю, давно не снимала это видео, но у меня как-то не получалось Я сейчас вроде бы и в отпуске Но у нас здесь дома куча людей и нет такого момента, чтобы я сняла, посидела, с вами поболтала В общем, поэтому извиняюсь И если вам такое видео интересно, то, конечно же, оставайтесь И покажу я вам покупки из каталога номер 14 Я заказывала вот такой вот органайзер Я вам его показывала уже в видео про, что в моей осенней сумке Вот, довольно-таки неплохая вещь, но материал такой вот хлипенький Я думала, она больше будет такая вот стоячая Мне, в принципе, она нравится Шла она вот в таком вот пакетике обычном целлофановом В общем, неплохая вещь Мне нравится она только тем, что у меня по сумке теперь больше ничего не валяется Мне это очень нравится Все на своих местах Я знаю, где что у меня лежит Я быстро это все нахожу Это просто незаменимая вещь Можно было бы сделать и покачественней Пусть бы цена была бы чуть повыше И такая, какая сейчас на этот органайзер есть По-моему, 30, что-то 30, чем-то гривен Я считаю, это дороговато Вот я ее приобретала по какой-то скидке По-моему, если приобретаешь какой-либо продукт из каталога Идет скидка на этот органайзер Я его приобрела за 27 гривен Я считаю, 27 гривен Вот эта вот тряпочка, в принципе, стоит Но за 30, чем-то, сколько она сейчас стоит Вот эта вот тряпочка Я считаю, что это дороговато И если бы она и стоила 30, чем-то гривен То можно было бы сделать покачественней Но я довольна, еще раз повторюсь И советовать я никому не буду Потому что у всех предпочтения разные Еще я приобрела подводку для глаз Супершок Мне, в принципе, очень ее хотелось После того, как я посмотрела видео многих девушек Которые просто пели ей дифирамбы Я не знаю, просто все в восторге от нее были Я не знаю, почему все от нее в таком восторге Я ожидала от нее, может быть, не большего, но лучше Я думала, она будет там, как гелевая подводка Либо, может быть, как кремовая подводка Какая-то Кремовые тени Может быть, на это она будет похожа Но нет Это обычные, такие вот Кремовые вроде бы тени Но она немного суховатая В ней присутствуют блестки Такие черно-серебристые И они при нанесении осыпаются К сожалению, вот из-за этого я от нее и ожидала большего Я не думала, что она настолько будет суховатая Что при нанесении она осыпается Это не очень хорошо Когда ты уже нанес весь макияж Потом это все убирать, струшивать, в общем, вытирать Я пробовала наносить ее также и влажной кисточкой В общем, все равно осыпается Не так, конечно Еще, что я заметила, когда влажным способом наносишь Получается, что когда ты струшиваешь то, что осыпалось под глаза Оно струшивается намного лучше Ты взял просто кисть для пудры И все это смел, можно так сказать Если вы наносите просто так То нереально вообще потом после этого Смести обычной кистью Потому что оно тянется Оно размазывается В общем, остаются черные такие вот крошки на лице В общем, не очень прикольно Но я пользуюсь, но никому не советую Потому что я даже, кстати, рада Что у нее цена, по-моему, была внушительная такая В каталоге Я рада, что я брала ее по акции По распродаже какой-то За 20 гривен, по-моему Поэтому мне денег не жалко И я ею не часто, конечно, пользуюсь Но вот когда попробовала влажным способом Стала чаще пользоваться И из каталога номер 15 Я заказала вот такую вот помадку-карандаш Лип-крайон У меня оттенок Кефри Коралл В общем, я напишу в описании оттенок И это у меня какой-то коралл Шел он вот в такой упаковочке Карандашик И здесь продукта В принципе Я бы не сказала, что и много Но, по-моему, если я не ошибаюсь Такое же количество, как и в обычной помаде Вот такой вот он И здесь присутствуют Это даже не блестки Это шиммер мелкого помола Но он не очень мелкий Я, правда, слышала, что многие говорят Что ощущаются эти блестки на губах У меня не ощущаются они абсолютно Но когда помада уже начинает сходить В общем, цвет стирается Эти блестки очень заметны на губах Они остаются на губах И они могут растираться дальше Даже вот по лицу Если вы, к примеру, что-то кушали Это, конечно, не супер И цвет я бы не сказала Что это такой какой-то летний даже цвет Хотя, мне кажется, можно будет и летом им пользоваться Но вот я ее приобрела сейчас И я, когда ей воспользовалась То мне показалось, что это такой вот реально осенний цвет Потому что она идет коралловая Но она отдает в какую-то вот желтизну Или в оранжевый такой подтон немножко Но это мое мнение, мое видение А может быть, кто-то видит ее совсем по-другому И самый большой минус этой помады То, что она очень-очень-очень ужасно сушит губы Она просто нереально сушит губы Это я не знаю, как производители вообще Какая здесь формула Что они делали, как они это тестировали и пробовали Но меня просто поражает, если кто-то и пробовал эту помаду До выпуска ее вообще в люди В какое-то производство Эти люди не замечали, что она просто иссушивает губы Даже если вы наносите ее на бальзам И сверху блеском Не важно, чем вы, что вы делаете Она просто это все так впитывает в себя как-то И все, и у вас губы опять как два коржика сухие В общем, я не советую эту помаду брать никому Но если вы хотите поэкспериментировать, попробовать То, пожалуйста И по каталогу номер 16 Я заказывала вот такую туалетную водичку мужскую Black Suit Touch В общем, название вот такое И здесь 50 миллилитров Она без распылителя идет Сразу скажу В этом каталоге в 16 на нее скидка Она стоит 40 гривен, по-моему, если я не ошибаюсь Тюбик выглядит вот так Вот это стекло И запах, меня просто привлек запах Я не знаю Этот запах не похож вообще ни на один запах туалетных водичек Вот этот, знаете, стандарт, который вот как одеколон какой-то пахнет Для меня, допустим Как заявляют, не знаю, производители туалетных вод Что там идут какие-то древесные ноты Либо какой-то вот нотка никотина Чтобы вот мужчинам нравилось там как-то вот это по-мужски что ли Мне, честно, такие туалетные воды не нравятся Я своему молодому человеку дарила Armand Bassi In Blue, по-моему И запах неплохой, конечно Все, но он тоже вот Первые нотки у него Вот такой вот стандарт Который используется во всех практически И духах, и туалетных водах Мужских Поэтому я что-то искала другое Мне надоело, что от молодого человека пахнет однообразно Как от всех, в принципе И вот я решила заказать вот такую туалетную водичку И не прогадала, честно Я не знаю, конечно, понравится ему или нет Надеюсь, что понравится Потому что запах просто Вот он поначалу, да, спиртовой Он поначалу такие вот нотки Эйвона, конечно же Вот что-то вот Эйвон туда добавляет такое Что у Эйвона все воды Немножко однообразные в начале Поэтому Но она такая сладковатая Это не своеобразно мужским водам Она в то же время сладкая Но в то же время такая вот мужская Все равно нотка есть какая-то Я не умею описывать запахи Простите меня, конечно, за это Вот видите, она без распылителя идет В общем, мне понравилось Что здесь есть сладкие нотки И это как-то не свойственно туалетным водам И вот на что она похожа Можете сравнить Если вы хотите заказать молодому человеку Там папе, я не знаю, кому угодно Она немножко похожа на Литл Блэк Дресс от Эйвон Когда уже немножко выветрился Этот запах Вот туалетной воды Литл Блэк Дресс Вот что-то вот Немножко похожее есть В этих запахах И честно, я когда нанесла на себя Вот получила водичку Нанесла, думаю, похожу Понравится мне этот запах Нет, в общем, так вот Он мне понравился Я бы даже такая, что, наверное, сама бы пользовалась Она получится, мне кажется, как унисек, что ли, водичка Поэтому присмотритесь Я, в принципе, довольна Ну вот как парню, я не знаю Понравится, не понравится Может, он вообще скажет, что это женская туалетная вода И скажет, пользуюсь я сама И еще по шестнадцатому каталогу Я заказывала вот такую вот помадку Это серия Rouge Allure По-моему, если я не ошибаюсь Если я правильно произношу И оттенок у меня идет Здесь вот От этой вот упаковочки Осталась такая вот штучка Naturally Nude В общем Обычный дизайн Здесь еще вот Как бы говорят Удобно смотреть Какой цвет помады Ну, особо тут ничего такого не видно Ну, приблизительно Можно понять, что за цвет Ладно И Что хочу сказать Это первая моя помада Которую я заказала Из этой серии Именно Rouge Allure По-моему Вот Мне она понравилась Она у меня сейчас на губах И Я не знаю даже У меня Нюдовый Вот этот Самый-самый Светлый оттенок И Я искала давно Нюдовый какой-нибудь Оттенок И чтобы он не сушил губы Потому что У меня есть Некоторые оттенки И они Так Подсушивают Прилично губы А вот эта помада Чудесная Честно вам скажу Это просто Что-то с чем-то Я Сто процентов Буду еще Из этой серии Заказывать Я просто В восторге От этих оттенков Их там Множество Просто множество И помада Увлажняющая В общем Она в принципе Вообще Не сушит мне губы Когда уже начинает Знаете Подстираться Помада Или съедается Когда вы разговариваете Там Облизываете губы Часто Она Конечно Начинает Подсушивать губы Поэтому Лучше Как-то Ее стирать И обновлять В общем Заново Потому что Так получится Что у вас Такая вот Тоже Кожица Какая-то Такая Пожухлая Поэтому Не очень Хорошо Но сначала Когда вы наносите И можете Не разговаривать Сидеть Просто губки Бантиком То конечно Эта помада Ничего не сушит Качество Хорошее Честно вам скажу Немножко Конечно Если вы Наносите На Бальзам Сверху Нужно Чтобы бальзам Довольно-таки Неплохо Впитался Если он Не сильно Впитается То получится Что Она Немножко Ложится Не проплешинами Она полосит Когда вы Наносите Она Немножко Может Полосить Но Я допустим Такие помады Обычно Наношу Либо Сверху Карандаша Нюдового Либо Тональный Крем Пудра И после этого Уже Эту помаду Наношу Тогда она Держится Наношу Вот это И все Что я Заказывала По каталогу Номер 14 15 И 16 Эйва И Надеюсь Вам Это видео Было Интересно Всем Спасибо За Внимание Всем Удачи До Новых Видео И Пока Пока Редактор субтитров Субтитров Субтитров